Биокеаналогия 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 Вероятно, в юные годы Земли вот такая химосинтетическая бактериальная цепь была крайне важна Но сейчас где они, эти химосинтетики? В каких-то ржавых мочежинах в болотах, еще в каких-то таких маргинальных биотопах? Теоретически очень важно, но практически, практически несущественно Если посмотреть на карту океанов, то мы увидим, что в середине, ну в Тихом океане ближе к материкам Америки, но так в середине каждого океана идет гигантский горный хребет, не похожий ни на что из того, что есть на Земле. Это и по центру его, вдоль по оси, идет узкая такая щель рифтовой долины. Это именно то место, где расходятся плиты земной коры, где подходит горячая мангма и нарастает новая кора. Она потом уходит, раздвигает материки, потом она будет нырять под эти материки, возвращаться за центр Земли. Там, где она ныряет под материки, возникает сейсмическая напряженность, полосы землетрясений, полосы вулканов. Япония, Курила, это как раз там, где океаническая кора заныривает по материкову, но это не важно. А важно для нас то, что там, где она расходится, на этих среди океанических хребтах, земная кора тонкая-тонкая, породы молодые, в геологическом смысле слова, естественно, молодые, так-то им очень много лет, трещиноватые базальты, трещиноватые. И по этим трещинам внутрь начинает проникать придонтная холодная океанская вода. А внизу дна температура воды всюду одинаковая, она около двух градусов, так что она такая холодная, почти ледяная. И вот она проникает по этим трещинам и уже попадает в зоны, которые разогреты внутренним теплом Земли. И там эти растворы перегреваются, перегреваются до температуры нескольких сотен градусов, но не закипают. А не закипают они потому, что это глубина нескольких километров, километров давит гигантский столб воды, а ведь каждые 10 метров столба воды — это лишняя атмосфера давления. И при таких колоссальных давлениях, как там внизу, вода не кипит и при нескольких сотнях градусов по Цельсию. Но зато такой горячий раствор начинает взаимодействовать с окружающими горными породами, вымывать из них разные химические вещества, и перенасыщенный всякой химией, серой, марганцем, соединениями железа и чем еще только не гидротермальный раствор, становясь горячим и более легким, он рвется вверх и фонтанами бьет из трещин дна. А что происходит тогда? А он там немедленно смешивается с холодной придонной водой, температура раствора, флюида резко падает, и вот вся эта растворенная химия начинает из него выпадать. В частности, растворенные сульфаты, которые он там насобирал во всяких окрестных камнях, немедленно начинают выпадать в виде мельчайших черных кристалликов сульфидов, нерастворимых. И поэтому вот эта бьющая из нас троя воды начинает выглядеть как дыма под дожженной резиновой покрышки. Она вся пропитана этими черными кристаллами и очень похожа на густой черный дым. И более того, эти кристаллы начинают оседать вниз, формировать какие-то структуры уже, и из дна океана начинают расти высокие черные башни. Вот представьте, в абсолютном мраке растут высоченные, несколько десятков метров высотой черные башни. И вот эти структуры и получили название черные курильщики. И сначала-то ими, конечно, занимались геологи. И вот в 1977 году американцы организовали экспедицию по изучению такой вот горячей точки. Там уже они с поверхности нашли, что вот здесь вот на дне тепловые аномалии, намерили зондированием изменения в составе воды, вот следы этих самых гидротермальных плюмов. И очень хотелось посмотреть, как это выглядит вблизи. Изучение гидротермальных полей возможно только или с глубоководных и питаемых аппаратов, или с подводных роботов. Вот последние десятилетия они очень активно развиваются, но до этого нормальных, хороших подводных роботов не было, и ходили подводные и глубоководные аппараты. И вот американцы возле Калапагос пошли... Пошли работать вот на такой горячей точке на дне океана. Аппарат ушел вниз, аппарат стал искать поле, а потом наверху как-то засомневались, а что вообще, там все с пилотами нормально, потому что пошли какие-то сообщения о каких-то мерцающих водах, о каком-то райском саду, ну вообще худо ребятам. А они действительно увидели фантастическую картину, которую никто и представить себе не мог. Потому что я уже говорил, что жизнь на дне океана, она беднейшая, у нее почти нет еды, и там если сидит козявка какая-то крохотная на нескольких квадратных метрах, то это считается, что очень обильная жизнь здесь. А так обычно она от одной до другой еще дальше. А тут они увидели, что вот в потоках этой мерцающей воды, поднимающейся со дна горячей, с зарослями, плотными зарослями, руку не просунуть, если можно было туда вылезти с рукой, сидят огромные толстые белые черви, двухметровые высоты с красными султанами щупалец. Как в булочке в корзине, вокруг лежат огромные белые двустворки вот размером по 30 сантиметров. Поверх этого всюду стадами ходят стада крабов, какие-то рыбы крутятся еще, то есть такая обилие жизни, его на коралловых рифах столько не бывает. И все это на глубинах Ментической пустыни. Конечно, они были в полном шоке, и как говорили потом сами наблюдатели, что два часа времени у дна мы провели в состоянии близком к помешательству. Но, естественно, они подняли какие-то образцы. Экспедиция была геологическая, биологов на борту ни одного. Более того, они не собирались собирать биологические образцы, у них элементарно нет посуды и фиксаторов. Вообще, по всему кораблю, у всех, кто там был, конфисковали все запасы водки, которые они закупили в Панамском канале для личных нужд. И ими фиксировали все вот эти первые образцы гидротормальные. Но откуда там берется такая богатая фауна? Ну, я думаю, все уже и сами догадались, не зря я распинался про бактерии хемосинтетиков, что на этих химических веществах, которые выносятся гидротормальным флюидом со дна, развивается гигантское количество хемосинтезирующих бактерий. Потому что там соединение серы, соединение марганца, ионы железа, в общем, все, что им нужно для счастья. И они на этих беднейших едой глубинах вдруг создают огромные запасы новой органики, на которой, естественно, тут же находятся потребители. Вот, там, значит, бактерии хемосинтетики, бактерии, разлагающие сероводород, бактерии метанотрофы. Ну, с точки зрения высокой микробиологии, это все разные вещи. Но для нас это сейчас не суть важна, а важно то, что они составят еду. Но то, что там сероводород в гигантском количестве поняли немедленно, как только открыли контейнеры с образцами наверху, но потом в них нашли много всего другого. И вот все эти животные, они на этих бактериях и существуют. Вот те самые двухметровые черви, рифтия, которые оказались одним из представителей группы Паганофор, таких хитрых червей, которых долгое время считали отдельным типом, а теперь с подачи молекулярных биологов, с подачи генетиков, все-таки считают очень своеобразными полихетами, многощетинками, червями. Они выращивают бактерии внутри собственного тела. Внутри там есть такой специальный орган, такая губчатая ткань, называется трофосомой, и в ней сидят бактерии. Но бактериям для питания нужен сероводород. Рифтии дышат кислородом. Как мы хорошо знаем, для кислорода дышащих организмов сероводород — это яд, потому что он блокирует там кое-какие процессы, и от него просто можно погибнуть. И вот им приходится выкручиваться, они придумывают сложнейшую вещь. Они залезают в эту кожистую трубку, которая, как скафандр космонавта, блокирует их от окружающей воды. И наружу торчит только султан Щупалец, пронизанный многочисленнейшими кровеносными сосудами. А кровь несет очень своеобразный гемоглобин. Гемоглобин Рифтии отличается от того, что у нас. У него два активных центра. Один из них, как положено, связывает кислород, который потом пойдет, а второй выхватывает молекулы сероводорода. И этого гемоглобина там такой избыток, что он связывает весь сероводород, который попадает в кровь начисто. И после этого он транспортируется внутрь тела Рифтия и отдается непосредственно в бактериальную клетку. И так она умудряется кормить сероводородом, сидящим внутри нее бактерии, и при этом не травиться сама. Ну а вокруг уже всех этих идентификаторов на органике уже их тел развивается огромное число фауны, шлейфа. Там всякие трупоеды, подъедалы, хищники, крабы, которые стригут этим самым Рифтием их султаны. И все на этом деле питается. Но после первой открытии гидротермы стали искать целенаправленно. Очень быстро нашли еще несколько полей в Тихом океане, нашли в Атлантике. Вот к изучению атлантических гидротерм уже активно подключилась Россия с ее глубоководными аппаратами МИР. Так что в мире, в общем, не так много аппаратов, которые могут ходить. Это американский Алвин, это французский Наутиль, это японский Шинкай-6500, наши МИРы. И вот недавно появился китайский аппарат. И больше обитаемых аппаратов, способных работать на гидротермах, в мире и нет. Ну, в Тихом океане мы, конечно, тоже работали, но так просто исторически сложилось, что главная наша работа была на гидротермальных полях Северной Атлантики. А там немножко другая картинка. Там точно такая же тетоклюмальная фауна на основе бактериального химосинтеза, но у нее другой состав. И главным модификатором там являются моллюски, родственники мидий, ботимодиолюсы такие, похожие на крупных оранжевых мидий. И креветки, креветки ремикарисы. Ни на что не похожие креветки, которые выращивают бактерий у себя на ротовых частях, потом их же соскребают, ими же питаются. Но, ну вот вы представьте, вы креветка, у вас бактерия. Вам ее, чтобы она росла, и вы могли из нее получать урожай, вам ее надо выпасать в том самом кипятке, перенасыщенном нужными веществами, в которых бактерия могла бы заниматься химосинтезом. Но что бывает с креветкой, опущенной в кипяток, я думаю, хорошо знает любая хозяйка. И поэтому эти самые креветки, они вечно балансируют у границы между сварился-проголодался, лезут в этот самый кипяток, выскакивают, его ищут, ищут, ищут вот эту вот самую границу, а температура падает очень быстро. Поэтому там много обожженных, с обожженными антеннами, с обожженными лапами. Так вот, эти ремикарисы, они потеряли за ненадобностью обычные глаза, но зато у них развился на базе выростов печени, как это не смешно, орган, который может видеть кипяток. Вот он то ли улавливает вот этот слабый-слабый-слабый свет, который идет вот флюидно, то ли просто он на температуру реагирует, но у них вот такие вот два розовых пятна, и они видят... Вот вы представьте, вы живете в мире, где вы не видите ничего, кроме температуры. Вот вы видите, что тут тепло, тут холодно, вот тут вот страшно, жарко, там опасно, но туда надо подкрасться как можно ближе и выпустить своих бактерий. Одно время казалось, что вообще им настолько по барабану все, что происходит вокруг, что погаснет завтра солнце, замерзнет завтра океан, они этого не заметят. Но потом оказалось, что это все-таки не так, а не так это потому, что они выпускают личинок, потому что гидротермальное поле не вечно, оно вот пофуговало, пофуговало, а потом взяло и потухло. И значит только мертвые створки, раковины, трубки, этих шамых несчастных, погибших рифти, маркируют место, где оно было. А им надо успеть заселить новое поле. Поэтому над всей гидротермальной долиной постоянно висит пул личинок. И как только где-то новое поле открылось, вот там немедленно начинают оседать личиночки и начинает расти новое гидротермальное сообщество. И пока личинка болтается в планктоне, она включена в обычные фотосинтетические пищевые цепи. Так что совсем им разорвать с нами не удалось. Но они к этому очень близки. Очень непонятно, как они вообще взаимодействуют со светом. Вот мне случилось несколько раз погружаться к этим гидротермальным полям на мирах, наблюдать их вблизи. Вроде эти животные свет полностью игнорируют. И свет их как-то совершенно не интересует. Хотя существовали работы, то ли подтвердившиеся, то ли неподтвердившиеся. Но такой вопросик возник. И пока остается, что может быть яркий свет может как-то мешать и нарушать работу вот этих их термоглаз. Никаких свидетельств этому прямых нет. Есть кое-какие косвенные. Но в общем, толпу сварившихся креветок после посещения аппарата регидротерм никто не видел. Но пока этот вопрос окончательно не решен, то обсуждается, что возможно, вот некоторые из курильщиков следует закрыть для погружений, сделать такие глубоководные заповедники, на котором вообще люди со своими аппаратами, со своими фонарями бы не лезли. Но это, кстати, не единственная проблема. Потому что человек, он существо такое, до чего дотянулся, тут же хочет немножко под себя подгрести. А я уже говорил, что там растут вот эти вот постройки гидротермальные, а это ценнейшие руды. Это ценнейшие руды, потому что там вымываются изна и марганец, и железо, и какие-то тяжелые металлы, и чего только нет, и редкостные вещи. И в общем, уже вполне серьезно обсуждаются проекты по их разработке. И уже сейчас идут серьезные исследования на тему, как бы сделать так, чтобы начавшиеся такие разработки, да еще в международных нейтральных вводах не прекратили бы просто все эти сообщества раз и навсегда. Ну, то есть вопрос этот осознан, о нем думают, и будем надеяться, что к тому моменту, когда дело дойдет до дела, реальные работающие решения будут предложены. Есть еще и мелководные гидротермы. Мелководные гидротермы, они отличаются от глубоководных тем, что они обитают в зоне с обильной жизнью, и там не возникает вот такого гигантского дисбаланса между едой тут и отсутствием ее вокруг. Тут еда есть всюду. И поэтому не возникает специфической гидротермальной фауны, но обычная фауна туда активно лезет. Вот. Когда нашли эти самые гидротермы и поняли, что жизни там много, стали пытаться понять, насколько много. Насколько это вообще существенный приварок к жизни, и насколько он искажает ту картину, по которой говорил, что океан формится из поверхностного тонкого слоя. Ну, в общем, современные расчеты, я в цифры сейчас лезть не буду, показывают, что там на глубине нескольких километров поток органики сверху и поток органики с гидротерм сопоставимы. Они сопоставимы. Но если поток органики сверху это такой слабый дождичек, который сыпется по всему ложу океана, то здесь это ключи, фонтаны, которые бьют в булавочных проколах. И похоже, что они, тамошняя публика, тамошняя фауна, тамошняя экосистема, очень не склонны отдавать это само вещество на сторону. И они умудрились его вылавливать и перехватывать настолько хорошо, что, как в свое время Жуадецкий говорил, там, где все это производят, там, где все это и потребляют. Но само открытие гидротермальных полей с их блеском, треском, плюхом и фантастическими визуальными эффектами заставило вообще задуматься о роли химосинтетиков в океанских пищевых цепях. И полезли удивительные вещи, потому что химосинтезирующие бактерии есть не только на гидротермах. Вот гигантские северные шельфы, все северное море, другие, где тихонечко, тихонечко, не зря там всюду стоят нефтяные вышки, из дна сочатся углеводороды. На них тоже нашли бактерии. Бактерии нашли на холодных высачиваниях. Иногда это бактериальные маты, иногда это просто повышенное количество бактерий. И стало понятно, откуда берутся гигантские количества каких-нибудь простейших форминифир в грунте северных морей, потому что раньше уравнения не сходились, когда пытались рассчитать пищевой баланс, пищевые цепи северных морей. В общем, не сходились. Возможно, серьезно недоучитывается именно этот самый поток вещества от холодных химосинтетиков. Такой бактериальный химосинтез нашли не только в океане, но и в пресной воде. Но вот эти работы на Байкале показывают, что там тоже что-то подобное. Естественно, не горячий гидротерм, а холодный химосинтез, но какие-то такие ориентированные на питание таким ресурсом животные там вроде тоже есть. Так что это еще одно направление, которое вырастает из гидротерм и сейчас активно-активно разрабатывается. Если послушать последние доклады на научных конференциях, посвященные биологии гидротерм, то кажется, что мы провалились в долинеевские времена, когда вместо видов и родов фигурируют понятия желтая актидия, актидия с пятнами, потому что их уже успели добыть, но еще не успели описать. Гигантское непаханное поле деятельности для всяких физиологов, биохимиков и и же с ними. Потому что, как я уже говорил, условия для жизни запредельные. Там биохимические приспособления удивительные и совершенно потрясающие. Один вот этот гемоглоризм с центрами, о котором я говорил, чего стоит, там много всего такого. Этими сообществами очень заинтересовались теоретики, которые рассуждают о возможности жизни на других планетах, в том числе на других планетах Солнечной системы. Вот известно, что у Юпитера есть Луны, есть там Европа, которая покрыта вещь на блюдом, под ней, судя по всему, жидкая вода. И вот они всерьез рассуждают, они могут, ну естественно, нормальный фотосинтетический свет, фотосинтетической жизни там существовать не может, потому что и Солнце далеко, гораздо дальше, чем от Земли, и все. Но вот там они всерьез рассуждают, что они могут существовать там некий аналог жизни, вот под этим блюдом, под этой водой, вот построенной по тем же принципам. Но вообще исследование гидротерм сейчас прошло период, когда все сказали, более того, то, значит, прошло первое описание, и сейчас, как всякой нормальной науке, вот этот поток изучения начинает дробиться, возникают ручейки, и уже систематики и биохимики занимаются. Ну то есть это из такого ошарашивающего открытия превращается в повседневную, но тем не менее одно из важнейших направлений современной, в первую очередь, биоокеанологии, но и океанологии вообще. Вот эти вот работы с гидротермальными источниками.